МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шагают по Красной площади знаменосцы, советские солдаты, наголову разбившие врага. Парад победы 70 лет спустя. Об этом мы расскажем буквально через несколько минут. Здравствуйте! В эфире программа «Объектив» в студии Марина Колесникова. А сейчас коротко о том, что еще вы увидите сегодня в нашем выпуске. Город Стройся. Динамика очень высокая. Семь бугульминских школ кардинально поменяют облик. Шестая засуха в Татарстане. Запас ваги, ну и так небольшое. Агрария оценивает предстоящие потери. 17 километров с верой в душе. Зов нашей души. Крестный ход в Бугульме. Начнем с назначений. Объявлен новый руководитель Бугульминского районного государственного ветеринарного объединения. Им стал Резванов Ренат Гусманович. Имеет высшее профильное образование. Закончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины. В 2012 году получил диплом Казанского федерального университета по специальности государственное и муниципальное управление. До этого работал ветеринарным врачом госплем птицевода. Ветеринарным врачом в Бугульминском ветеринарном объединении. Преподавал общепрофессиональные дисциплины в Бугульминском медицинском училище. Чтобы всегда смотреть в будущее. Всегда смотреть в будущее. Сегодня исполняется ровно 70 лет с того дня, когда в Москве прошел первый парад победы, посвященный победе над Германией в Великой Отечественной войне. На него были вывезены сводные полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, сводный полк военно-морского флота, военные академии, военные училища и войска московского гарнизона. Под дробь барабанов на специальный помост были брошены опущенные знамена и штандарты разгромленных немецких войск. Очевидцами и непосредственными участниками парада стали и пятеро наших земляков. Они могли бы стать главными героями проекта «Родные лица победы», но, к сожалению, их уже давно нет в живых. Именные книги в честь 70-летия Великой Победы получили другие ветераны. Хамид Шафиков, Борис Леонтьев, Михаил Анашкин, Бустан Газизов, Ирик Катиев, Тамара Тюрина. О них написали книги и сняли документальный фильм. Они так не переживали даже перед первым боем. Волновались сильнее тех, кто решил создать такой большой подарок ветеранам в год празднования 70-летия Победы. Они именны. Одна книга будет подарена вам. Одна книга, с вашего позволения, будет передана в музей города Бугульмы и Бугульминского района. И одна книга останется в администрации на вечную память о вас. Миссия сверхответственная. В небольшой книге рассказать все о ветеране войны. Ирик Катеев интересовался ходом работы над ней. Ему важно, чтобы авторы ничего не упустили и не перепутали ни один исторический факт. Ирик Катеев гордится тем, что он еще может рассказать подрастающему поколению о кровавых днях в истории нашей страны. Мои одногодки, однополщане в основном погибли под Курском. А потом это продолжалось и за рубежами. Среди тех, которые прошли все эти войны, без особых причинений для здоровья, кроме контузии и потери слуха, остался я. Поэтому я считаю себя одним из счастливых своих последователей. Ветеран Тамара Тюрина пережила Великую Отечественную и душой болеет за другую войну на Украине. В ее родном городе Донецке живут родные, и в мирное время они вынуждены жить под пулями. Главная мечта Тамары Тюриной – чтобы на земле был мир, а жестокая война пусть останется на страницах этой книги. Недавно мне подарили книгу «Бугульминка», где написано обо мне, о моих выступлениях, о семье. А сегодня я получила книгу от администрации лично о себе. Я счастливая, радостная – это дело будущего для моих детей. Они будут помнить и знать обо мне. Я не хочу, чтобы была война. Я хочу, чтобы был мир, чтобы были все счастливы, чтобы любили друг друга, радовались. Школьники, чтобы помнили и то число сегодняшнее, и то число победы. Дай Бог, чтобы всем дожить до 100 лет победы. Специальный одноименный проект «Родные лица победы» был реализован по поручению временно исполняющего обязанности президента республики Рустама Миниханова в год 70-летия победы. На протяжении года творческая группа Первого канала собирала видео и фотоматериалы о ветеранах Великой Отечественной войны. 18 муниципалитетов республики присоединились к проекту. Книги о 63 ветеранах и участниках боевых действий уже изданы. В комплект входит сама книга с фотографиями и воспоминаниями военных лет и видеодиск. На каждую по три экземпляра. Один будет передан в музей, администрацию города или района. Елизавета Крылова, Суму Кадас, Максим Брюхачев, Телеканал 51 МТВ. Семь вместо пяти. В этом году количество бугульминских общеобразовательных учреждений, которые вошли в республиканскую программу капитальный ремонт, увеличилось. Все благодаря августовской конференции педагогов, которая пройдет в этом году в нашем городе. Мэр города Ленар Закиров лично контролирует сроки выполнения и качество работ. Из программы 2016 года два объекта бугульмы перенесли на год раньше. Лидер республики Рустам Миниханов лично дал такое поручение мэру города Ленару Закирову. Участников республиканской конференции педагогов бугульма должна встретить во всей красе. Первая школа города. Работы опережают график. День и ночь строители компании Арида на объекте уже завершили капитальный ремонт коридоров. А благодаря программе «Доступная среда», в которую школа вошла в прошлом году, объем предстоящих работ существенно уменьшился. Отремонтировали спортивные и актовые залы. Остается покрасить, оборудовать мебелью и инвентарем. Много сил и финансовых вложений потребовала столовая. Работа здесь в самом разгаре. Большой проблемой для школы на протяжении многих лет была плоская крыша. Она все время протекала, но и с этим подрядчики разобрались. Изменили полностью и фасад. Есть объекты, где мы идем со значительным опережением по срокам сдачи объекта. Это, конечно, внушает и оптимизм, и радость, и гордость за наших строителей, за наши подрядные организации, за их добросовестность. Динамика очень высокая. Итого у нас будет 7 школ. Это большое достижение, это большие средства. И мы обязаны, чтобы сделать все для того, чтобы наши школьники 1 сентября пришли в новые обновленные школы, в новые обновленные классы, в новые красивые современные спортзалы, в хорошие столовые. Я думаю, у нас все получится. Полным ходом идет капитальный ремонт и в кадетской школе-интернате. На 10-летний юбилей лучшего подарка для этого учебного заведения нет. Бывшее здание профессионального училища сильно обветшало. Своими силами создать комфортные условия для обучения юных курсантов не могли. Строительная организация «Жилсервис» учитывает все особенности этого учебного заведения. На площадке, где маршируют ребята, уложили тротуарную плитку. Фасад здания кардинально изменится. Мэр города Ленар Закиров предложил школьную столовую превратить в школьный ресторан. С завтраками по системе «Шведский стол». Подобный пилотный проект успешно реализован в Казани. С апреля месяца уже начался капитальный ремонт. На данный момент уже полностью сделана крыша. Сделаны все савельные окна, которые были очень в плохом состоянии. То есть ремонт идет полным ходом. Много строителей работает. И строители обещаются где-то к середине июля практически большой объем работ закончить. Бугульминская школа-интернат первого-второго вида переехала в здание общежития. Его частично перепланировали под учебные классы. Поэтому работ было ни в сказке сказать, ни пером описать. Строители сначала думали не успеют, но работа уже идет к завершению. 80% осталось позади. Кроме самого здания здесь возьмутся и за благоустройство территории. Необходимо заасфальтировать дорогу, разбить клумбы и еще раз произвести обрезку крон деревьев. Тревожная ситуация на полях республики. Об этом на совещании в режиме видеоконференции сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов. Из-за аномально жаркой погоды поля в некоторых районах уже начали желтеть раньше времени. В Красной зоне и Бугульминский район. Наступление опасного явления с Суховее подтвердили в гидромедцентре Татарстана. По словам специалистов, в период фазы цветения и налива зерна влияние засухи особо опасно для будущего урожая. Запас влаги был и так небольшой, даже идеальный полустаки посевы. Особенно верные уже выбрасывали боковые. Если для овощных и картофельных культур предусмотрена периодическая поливка, то спасти культуры зерновые способны лишь минеральные удобрения. К 25 июня во многих районах республики планируют завершить первый укос многолеток. По темпам и объему кормозаготовки этот год в аналогичный период опережает предыдущий почти в два раза. 350 тысяч тонн. А в Бугульминском районе на одну голову приходится 7,5 центнера кормовых единиц. В честь общероссийского празднования тысячелетия со дня представления святого равноапостольного князя Владимира и 150-летия основания Александра Невского монастыря в Бугульме состоялся самый масштабный по продолжительности пути и количество участников крестный ход. В паломничестве к монастырю Александра Невского приняли участие более 300 человек, среди которых представители духовенства Альметьевской и Чистопольской епархий. Удивительные переливы солнечного света на крестах, мягкая бархатная красота орнамента хоругвия, еле слышный шепот молитв, перезвоне радостных воскресаний Господи помилуй. Необыкновенно светлые ощущения рождаются в душе при виде людей, таких разных, но сплоченных единой верой. Волнение и вместе с тем спокойствие, как это бывает именно в ожидании чего-то по-настоящему важного. В это утро охватило каждого, кто пришел претерпеть неудобства, а благо души. Крестный ход – это всегда благодать Божья, и поэтому чувства у нас очень самые хорошие, добрые. Зов нашей души. Крестный ход – это первый раз, и очень хотел, да, но, конечно, я знаю, что это очень благодатно. Господь дает свою помощь. Ну и всем, кто есть возможность, желаю то, чтобы ходили на крестные ходы. Ждем сокровного хода, душевного очищения, все-таки тысячелетия, доставления князя Владимира. Мы молимся не только о себе, о родных и близких, но и о всем мире. Сейчас такая обстановка, такая напряженная во всем мире, и вот мы просим, чтобы Божья благодать сошла не только на нас, но и на весь мир. Первые звуки соборного пения Акафиста возвещают о начале пути. Главное – святыня хода, образ Пресвятой Богородицы, достойный есть в руках священнослужителей, как символ торжества православия. Вместо стен храма – леса и поля, вместо запаха – лада на аромат растений. В неудержимом желании стать частью богослужения под открытым небом сотни верующих из Альметьевска, Зайнска, Чистой Поле и Бугульмы преодолеют расстояние в 17 километров, чтобы затем помолиться в стенах когда-то разрушенного до основания монастыря Александра Невского. Крестный ход ознаменован и посвящен в честь 150-летия основания Александра Невского монастыря нашей епархии. И этот же крестный ход мы еще ознаменуем тысячелетию в честь успения князя Владимира. Когда-то в обители имелась особо чтимая икона, принесенная с горы Афон. Список чудоторной иконы Божьей Матери достойно есть. При советской власти монастырь был закрыт и практически полностью разрушен. С 12-го года силами Альметьевской епархии планируется полное восстановление обители. Половину храма даже уже реставрировали, то есть здание, которое принадлежало когда-то монастырю. И там проводятся службы, покрыли крышу. То есть владыка очень плотно занимается монастырем, желает его возрождения. Поэтому, да, достаточно серьезные работы проводятся. И есть надежда в том, что обитель возродится трудами и молитвами его высокопреосвященства. Завершить пешее путешествие, невзирая на летний зной, смогли более 300 человек. Многие решили пойти всей семьей. Пять часов пути и всего одна остановка. Но для паломников важно пройти всю эту дорогу с молитвой. Пешком под палящим солнцем с иконами в руках возглавляли ходу около 20 священнослужителей Альметьевской и Чистопольских епархий. Небольшая остановка у преклонного креста близ монастыря. Приоблачение владыки в богослужебные одежды и начало трехчасового всеночного бдения. Именно им завершится долгий путь паломников. На лицах многих из них не тени усталости. Восторженные отзывы новичков и тех, кто не представляет себе жизнь без таких молитвенных подвигов, звучали с обоих сторон. Душа летает от того, что происходит. Впечатление очень хорошее. Поначалу казалось 17 километров, очень много. Много людей в возрасте. Но не сомневались в том, что Господь это даст силы, не оставит. Впечатления замечательные. Слава Богу, дошли до конца. Упоминание о первых прообразах крестных ходов можно увидеть в Ветхозаветном предании. Путь евреев из Египта в землю обетованную. Торжественное семикратное обнесение ковчегам завета стен и Ерихона. Существуют ушествия и свои традиции. К примеру, крестный ход вокруг храма в Русской Православной Церкви совершается против движения солнца. Участвующие в нем священнослужители идут в полном облачении. Во время шествия поется молебный канон. Татьяна Львова, Максим Брюхачев, телеканал 51 МТВ. Это были новости нашего города. Все самые интересные и актуальные смотрите в программе «Объектив» в понедельник и в среду в 17.30 и 19.30, а также в группе ВКонтакте 51 МТВ. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова